Ну а мы продолжаем дальше. В детстве родители Андрея Калмачевского выбирали между сыном и баллонкой. К счастью для Андрея Калмачевского, его папа вытянул короткую спичку. Встречайте, Андрей Калмачевский в стендап-шоу! Андрей Калмачевский ведёт замкнутый образ жизни. Настолько замкнутый, что если бы проходил конкурс на самого замкнутого человека, Андрей бы на него не пришёл. Видимо так, он специально экономит силы для того, чтобы затем прийти и рассказать всё на сцене стендап-шоу. Всем привет! Для начала небольшой опрос. У кого вообще нет мобильного телефона? Поднимите вверх ваше копьё. Реально, современный человек просто обязан пользоваться мобильником. Но знаете, я недавно говорил по телефону с одним человеком, и он мне сказал, что я не умею пользоваться телефоном. Почему он это сказал? Не знаю, я положил трубку. Я не понимаю, когда люди начинают телефонный разговор с фразы «Алло, можешь говорить?» Знаете, как будто человек вообще не уверен в твоих умственных способностях. «Алло, можешь говорить?» Ну, я, в принципе, так и думал. Перезвоню, когда ты эволюционируешь. И также я не понимаю, когда ты говоришь человеку «Вы не туда попали», а он отвечает «А куда я попал?» Какой информации ему недостаточно во фразе «Вы не туда попали?» «Ты попал туда, где не любят бессмысленные вопросы». Такое ощущение, что этот человек мне не верит. «Алло, а можно Мишу?» «Вы не туда попали». «А куда я попал?» «Это...» «Это...» «Ладно, вы меня раскусили, это Миша». Но еще больше удивляет, когда человек звонит и представляется в третьем лице. «Это Геннадий беспокоит». «Он что, думает, что он герой повести?» «Алло, это Геннадий беспокоит». «Да-да, я вас узнал», — ответил Андрей. И, например, я не понимаю, когда люди звонят с незнакомого номера, и вместо того, чтобы представиться, говорят «Алло, узнал?» В такие моменты хочется ответить «Нет, не узнал, но я обещаю, я вычислю тебя. Я вычислю всю твою семью». Или еще меня удивляет, когда звонишь кому-то, и он тебе отвечает «Говорите». «А-а, так вот, что нужно делать с этой штукой». То есть недостаточно просто тереть ее об ухо с умным видом. Говорить нужно. Такое ощущение, что этот человек думает, что все в этом мире происходит только с его разрешения. «Алло?» «Алло, я вас не слышу!» «Алло, говорите!» «Фу, ну слава богу, наконец-то!» Но больше удивляет то, как ты сам ведешь себя, когда поднимаешь трубку и вообще не слышишь собеседника. «Алло?» «Алло?» «Алё-лё?» «Алло-о?» Как будто человек молчит только потому, что ему не понравилась интонация твоего «Алло». И ты теперь такой должен искать подходящую «Алло-о-о!» «Алло-о-о-ху-ху-ху!» «Алло-иху!» «Алло-о!» А человек такой на том конце провода. «Ну уж нет, постарайся как следует!» Хотя, я признаю, было бы круто, если бы от того, как ты меняешь интонацию, реально что-то зависело. Например, «Может, познакомимся?» «Нет». «Может, познакомимся?» Она такая, «Господи, я ждала тебя всю жизнь!» И еще очень странно, когда ты забываешь телефон дома, либо у тебя садится батарея, ты начинаешь нервничать. Как будто ты ждал какого-то самого важного звонка в мире. Как будто в этот самый момент где-то какой-то умирающий миллиардер говорит своему слуге, «Джексон, я умираю, и у меня нет наследников. Я решил отдать все свое состояние, просто позвонив по случайному номеру. Набирай. Плюс 380. Да-да, кот Украины, я в курсе. 283, 97, 92. Недоступен? Ай-яй-яй, как жаль. Ладно, давай поступим так. Отдадим все миллионному посетителю какого-нибудь сайта. Только обязательно подпиши, это не спам. Ну и вам желаю, чтобы у вас не было спама. Спасибо! Андрей Голомачевский в стендап-шоу! Андрей Голомачевский в целом! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...